Крайзис 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 Если всё честно. Блядь, ну видно же, что он мимо стреляет. Хуля не падает. Бля, русский мясник, ёпта, играет в Крайзис так же. Хуй знает, куда стреляет, и все почему-то дохнут при этом. Опа-на, хуйнаны. А тут вот мышцы, блядь. Отпружинили пули, погасив ударную... Всю ударную силу. Хотя говорят, что у пули не такая уж ударная сила и... Могучая, что она типа... Дробовик не может сбить человека с ног. Непонятно, как-то это вообще пули на вылет тело может пробить. Только не начинайте мне в комментах описывать эти процессы, мне настолько пофигу. Это просто спаун какой-то, смотрите, вот в своём чёрном костюме. Скоро, кстати, выйдет фильм про спауна. Я вангую несколько игр про спауна. Кризис, мать твою. Меня печалит тот факт, что до сих пор не подвезли в магазин и блювете микрофоны. Я вынужден чистить аудиодорожку. Записанную на эту грёбаную гарнитуру. Какая музончик ненавязчивая. Интересно, что за подошвы такие у них на ботинках непонятные. Не узнаю этот протектор. Я уже думал, игра померла. Она мне кажется порывается, порывается, вылетит. Какие раскопки? У Сэма Фишера никогда не было никаких приблуд, типа невидимого костюма. Это не мешало ему быть невидимкой. Просто айронмен. Семь дней спустя. Спустя хуй знает что. Спустя чего, ёпта? Спустя какое-то говно в пещере открылось, что? Говорит командир. Высота 8 тысяч, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир. Грозовых фронтов в вашем районе нет. Всё чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар в рах. Три минуты до высадки. Эй, номер, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные... Да, надо сказать, что до 2007-го года графика действительно неплоха. Несмотря на то, что тогда ещё не было моды, но вот это замыленное размытие, да, и всё очень-очень чёткое. То есть задний план чёткий, передний, вообще всё чёткое. Вот, но выглядит всё равно очень годно. Ну, сейчас вот эти CryEngine 4, Unreal Engine 5, или как-то, движки, они, ну, сами знаете, не такие. Смотрится более реалистично из-за такого... Вот под размытость такая. Чуваки, нас пятеро, давайте пойдём в Rainbow Six покажем этим, блядь, гиганам всяким, да, спецназу, что умеют настоящие супермены. Высадка. Для тех, кто не втыкает, что происходит, написали высадка. Я чё? Ой. Я вроде могу чё-то. Правый джуйстик, левый джуйстик. Блядь, нахрена мне правый джуйстик. Кнопка старт. Блядь, а если я выключу джуйстик? Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде. Давай! Что за чёрт? Видите? Момат ранен! Он потерял парашют. Парашют! Чёртов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм... Раз топыривай трусы, ёптая. У тебя же супер костюм. Номат, наложи обстановку! А нахер им вообще парашюты дали, если они могут с высоты упасть в воду и не разбиться? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка! Всех здесь! Уже на марше! Шок на земле! Кто сегодня? Who is duty today? Перекличка. Кто сегодня отсутствует? А вон, чёрная акула прилетела за нами, походу. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично повреждён. Нужно провести диагностику. Хе-хе! Я схватил черепашку. Попробуй перенасстроить. И она чё, она загнула? Не, она жива. Откуда он узнал, как сильно я ударился об воду? Главный герой не мог определить сам, да, насколько сильно у него покоцан костюм. А, ну понятно, тут нано-датчики всякие. Задание и карта. Шут! Найдите шута. А потом короля. А потом барабанщика и двух гитаристов и ай да, колесить по стране. О, краб. Можно кинуть его муравьям, а потом покрыть лаком его панцирь и увезти домой этот вонючий сувенир. Да, так на море делается. Отвратительно. Дети жестокие и бестолковые. Да, в общем-то, не только дети. Не хотел бы я быть в следующей жизни крабом. Чё это такое? А, прям на ходу можно выбрать глушитель или нет. Фонарь или нет, тактический блок. Охереть. Вот, утрись в Fallout 4. Здесь просто на ходу пушку проапгрейдил. Максимум скорости. Чё это нажал? Фонарь, походу, нельзя вырубить, да, на отдельную кнопку? Я так понимаю, что вот здесь надо было юзнуть невидимость. Да какая в жопу невидимость. Я только что в заставке видел, как от костюма отскакивают пули. Фу, как неприлично. Да как вас, блядь, таких в армию-то берут? Пришли на пляж тоже военный. Давай тут шпиндахорец. Шпиндахорец, удалбиться ехать. Наверное, инфаркт ударил. Да, вот неплохо. Жалко, батарейка быстро в жопе сажается. Я всю игру прорашил. Режим обезьяны, лазанье по деревьям. Это какая кнопка? Ух, как я его. Тут чё, динозавры на острове? У него там чё-то... Чувак, молитва ещё ни одного человека не спасла, блядь. Ни в кино, ни в играх, нигде. Он уже на дарк, блядь, заебалась молиться. Один хуй на костре сожгли. Но несмотря на то, что он только что перестал орать, мы пришли всё равно слишком поздно. Мы пришли настолько поздно, что даже не по... По-моему, хищник поорудовал, вы как считаете? Нет, у нас шлем уши закрывает. Ты слышал? Не нравится мне это. Да, это мои манжеты скрипят. Не нравится мне это. Ну смени работу туда, ё-моё. Дерьмо. Случается. Точно его хищник он порвал. Мёртв, босс. Твою мать. Чёрт возьми, что там случилось? Он не убоялся зла. Почему он не мог включить режим ускорения и не сдриснул? Да, хуй с ним, ёптая. Пусть висит. А, всё дело в костюме. А то, что мы были товарищи и друзья... Надо насрать, да? Ну понятно. Ну что ж, пацаны, я бы на вашем месте уже принялся измазываться говном, дабы меня в тепловизор видно не было. Помогите, ацтеку выполнено. По-моему, миссия «Помогите, ацтеку провалена», на мой взгляд. Вот это маскировка. Вот это полный пиздец. Вот до этого момента я дошёл, по-моему, и всё. И у костюма тут же села батарейка. Ну а теперь моя любимая костюм флэша. Не, на самом деле ништяк. Не знаю, чё я раньше выёживался, по-моему, в принципе... В принципе, такая вариативность. Ну, это был юношеский максимализм, видимо. Я хотел играть за Рэмбо, который в трусах и с ножом улаживает любые вопросы. Мне незачем было втирать, что... Суперкостюм сделает это намного лучше, чем Сталлоне. Нахуй ты лагаешь, что ты охерела, что ли? Ну, компьютер старше тебя, блядь, на 20 лет. В смысле младше. И бинокль. Вижу кучу лагов, похоже, это и есть в графиках. Ну, полигоны, ёпты, на ветках. Ну, сука, я не знаю, карибский кризис, блядь. 75-й год. Сказал бы, блин, кое-кто из обзора. Мне кажется, что этот Люканг что-то подозревает. Нет, он передумал что-то подозревать. Курицы. Зачем у них... Вот странная у них армия вообще. Ну, чё, по стелсу? А после выстрела демаскировка, да, автоматом? Охеренно подобрал. О-о-о, отлично вообще. Просто нежность. Чё это он сделал? Сигналка и выстрел, что ли? Похоже, это есть глушилка. Ну и как её... деактивировать? А в чём миссия-то? Чёрт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. О, я всё-таки сделал это. Опа. Система заработана. Иди на место высад. Так, чё ещё есть? Это пушка. Маскировка. Это чё? Халк злится. Халк, блядь, бить. Ух ты нахер. А теперь нахер максимум скорости отсюда. Максимум прыжка, максимум прыжка. От машины-то, я думаю, мы не убежим. Максимум точности. А у ботов костюмы максимум тупости. Да ёп, твою мать. Сука падла, давай. Вырубай третью. Ёп с нога, что ты делаешь? Он просто не хочет вжить, по-моему. А, мне туда не надо. Поэтому, наверное, туда и не хотел. Маскировка активирована. Максимум брони. Я так понимаю, что... А, нет, хилсы восстанавливаются. Это же супер костюм, вы что? Не достаточный. А, здесь ещё и рукопашка есть. Блядь, эта лодка меня начинает уже выбешивать. Здесь на правую кнопку прицел включается. Выключается тоже на правую кнопку, что неудобно. Я привык, что нажмёшь, есть прицел, не жмёшь, нету. Всё, по-моему? Нет? Да, этого чувака заебёшься высаживать оттуда. Хрена лысого он сюда ствол опустит. Тупой ублюдок. Максимум брони. Он чё, ушёл? О, ништяк. Можно в тачку сесть. Так чё-то она не бронированная. Нихера, ёб твою мать! Телега с говном. Но план был хорош. Если бы мы в GTA играли, было бы вообще нормально. Хорошо, хоть сохранение недалеко. Ладно, я понял одну важную вещь. Констюм делает меня оживучим, быстрым, невидимым, но не делает меня бессмертным. Это надо, блядь, запомнить хорошо. Да, убери ты нахер свою волыну. С экрана, ёпты, мать! Вот. Опа. Уйти на руль, ёпты. Он меня, по-моему, унюхал запах пота, блядь. Потому что, видимо, главный герой не пользуется антипреспирантом. Заебенчик. Режим щита автоматически включается, да? Маскировка активирована. Прикольно. Вот это прикольно. Интересно, если я невидимую в тачку сяду, они меня спалят? Максимум скорости. В принципе, в максимум скорости герой бегает быстрее, чем он ездит на машине. Мы с психом идём к источнику сигнала. Номат, впереди корейский КПП. Тебе придётся с ним разобраться. С психом, блядь. Какое оригинальное прозвище, боже мой. Впереди корейский КПП. Опа. А вон и корейский КПП. КППист, блядь. КППшник. Но я понимаю, что здесь можно вообще, в принципе, убивать по минимуму, если пользоваться маскировкой. А можно и по максимуму. Блядь, косоруки. Косоруки спецназовец. Очень косоруки. Блин, я думал уже вернуться и сесть в джип, но там его лодка охраняет. Блядь, вообще, как он так... Я всё понимаю, что это суперкостюм. Я не понимаю, как он помогает быстрее бегать. Если батарейка сажается так быстро, то от чего она заряжается от солнца, что ли? А максимум силы, наверное, надо, чтобы что-то двигать чисто. Четыре смены режима огня. Нахер мне его сменять? Чё-то ничего не меняется. Маскировка активирована. На четёрку, вернее, меняется не смена режима огня, а... Смена режима костюма. Вот как он крадётся. Ему бы, ему бы такой же костюм. Может, тогда стелс бы у него лучше получился? Пока явный фейл. Не, всё-таки... Блядь, а, если бежишь, то быстрее тратится. Всё, всё продумали. По-моему, он меня не... Заметил, но чё-то не стал стрелять. Он, наверное, принял меня за своего. Но пулемёт в мою сторону, на всякий случай, повернул. Так, и здесь лодка плавает. Отлично, вообще. Мне бы какое-нибудь противолудочное оружие было бы отлично. Блядь. Я смотрю, что им дорога... Дорога не моя жизнь. Дорога не жить, товарищ, а чисто костюм. За костюм волнуются. Номет, костюм не попорти, ёптыть. А когда этого убили, они сказали тоже, нельзя, чтобы они костюм забрали. Так странно тогда, чё мы его... Чё мы его не раздели, не оставили? Труп с голой жопой, всем на радость. Зачем-то уничтожили. Дорогущий костюм. Ну, это пародия то ли на Хаммер, то ли на Тойота Тундра, по-моему. Сразу так и не поймёшь. Сука, я невидимо еду на машине. Я думаю, что если бы какой-нибудь гаишник остановил, он был бы в шоке просто. Даебись, просадка фпс в игре, блядь. Пятилетний, какой пятилетний, восьмилетней давности. Выбор места. Это, это, это если вот реально едешь бухой, гаишники тебя тормозят, а такой хуяк на пассажирское. А кто это сделал? Вау, второе место, это место пулемётчика? Я ебок, вот это лаги. Понял, пророк. Да, видимо, видимо, моя видеокарта недостаточно хороша, блядь, для этой игры. А я не понимаю, что это 970 GTX. Может быть, всё-таки оптимизация здесь не так хороша? Ну, нахуй мне восьмерное сглаживание, извините. Оптимальная конфигурация. Ну, давайте, я поставил. Блядь. Я так понял, что возможно лагать из-за того, что я вручную выставил разрешение, которого в игре здесь не было. Мне его в файлике прописывал. Как в этой, как в песне. Всё равно бесконечно надеждой согрет. Я въебал разрешение, которого нет. Как у меня лагает комп. Интересная шкала урона у этой машины. Она, блядь, вместо того, чтобы... Игра сохранена, охуительно. Здоровье машины, вместо того, чтобы убавляться по мере повреждений, наоборот, прибавляется. То есть повреждение машины 10%, 20%, 100%. Блядь, какой албанец это сделал. Блядь, выпрыгивай нахуй из машины, она сейчас взорвется, дурак, блядь. Опа. Какой брони, я же сказал, блядь, невидимость, тупой ты уебанок. Хорошо. Первый тайм мы уже отыграли. Ща, ща, ща. Ща, все будет, блядь. Сохранение не очень, не очень удобное. А, у меня батарейки нет. Мне кажется, я в патовой ситуации, и из нее нет выхода. Похоже, сохранение случилось у меня в первой мафии, в той миссии, где надо было расстрелять кого-то из телефонной будки. Там, когда к магазину подъезжаешь, включается автосохранение. Но я разогнался и снес будку, и только после этого игра сохранилась. Наконец-то он сдох, господи. Это опять талибы стоят. Как ты, блядь, догадался-то? Граната у меня нет? Все-таки полагивает даже на таких настройках. Да, кризис. CryEngine. Многоуважаемая, смотрю, контора. Теперь понятно, почему Armored Warfare лагает. Он же тоже на CryEngine сделан, нет? Там, походу, оптимизацию, блядь, не скоро завезут. Стас так. Если, блядь, в игре 8-летней давности все лагает. Только не сейчас, ублюдок. Не, ну это, блядь, вообще детский сад. Можно включаешь невидимость, подходишь в упор. Чтоб просто невозможно было промахнуться и ебашешь. Лихо его отнесло. О, ублюдки желтомордые, пошли нахер. Сколько мест в этой машине? 5. Интересно, зачем. А, тут мультиплеер есть. Ну, вернее, был. Сейчас он нахер никому не был. Как они узнали, что это едут враги? Прорваться будет непросто. Я не знаю, я нормально прорывался пока, блядь. Вот это говно не случилось. Я вообще как бог прорывался. Просто мимо проехал бы и все. Я вижу, что там доп. задание какое-то. Мне нахер не нужно. Несмотря на то, что я стреляю с глушителя, по-моему, такое ощущение, что все слышат. Он прыгнул, как Газманов. Блядь. Опять этот ебливый катер. Господи, когда он уже потонет-то нахуй, а? Far Cry катер так не бесил. Честно говоря, не очень понимаю, куда надо идти. Я думаю, что мне нужна вот эта тачка. Маскировка активирована. Визию противника? Не визию противника. Силовик-невидимка опять украл мою машину. Машина-то просто вообще, блядь, я не знаю. Это что за скорость такая? А, вот в этом моменте. Я его помню, этот момент. Вот здесь я... Игру и забросил. То есть я до сюда успешно бежал в режиме невидимости. А здесь мне что-то резкое разонравилось. Он успел гранату кинуть или он мне просто рукой приветливо махал? Слушай, а патрон-то кончается. А эту пушку я смогу сделать? Глушитель там. Ага. Тут все пушки универсальные, обалдеть. Тактический блок. Изи, пацаны, вы очень враждебны. Ёка твою мать, сука. Ну почему же, блядь, на радаре-то их видно не было? И тоже автомат подбираешь, у него патронов вообще нет. Надо пистолет, блядь, доставать, походу. Отличная политика автосохранения. Я, кажется, понял, что меня выбесило в этой игре. Ну, хоть одного-то переехать, блядь. Одного и переехал. Да, ну пистолет это вообще здесь оружие бога. Просто я не знаю, куда, блядь, стреляет, чё стреляет. Так, дробовик ни нахер не нужен. Максимум брони. Да, это второй раз он мне рукой стоит, машет. Угу. Вот как тут сбор боеприпасов. Он не автоматический просто. Как в Ульфенштейне, он вот подходишь и жмёшь. Да, вы ёбнулись. Нахера их тут столько-то. Пророк, я в связном фургоне. Проверь терминал. Попробуй мотивировать тактическую сессию. Забирайте свой чемодан. Понял. Вошел. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично. Данные на какого-то азиата. Судя по этим данным, они эвакуировали всё гражданское население в существительные дни. Что же они скрывают, чёрт возьми? Вот, сука. Хитрожопая. Возвращение к операции командует сам генерал Рич Хан Кхон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кхон серьёзный противник. Ещё с ним элитное подразделение корейского спецназа. Пока что я на стволе верчу весь корейский спецназ в одно лицо. А если мне ещё кто-нибудь поможет, будет вообще волшебно. Блять. Игра сохраняется с каким-то лагом. Ёлк твою мать. Ай. Да. Конечно, вот эта необходимость подбирать оружие, блять, она немножко бесит, честно говоря. Без неё было бы немножко, но лучше. Ну а так, ну довольно, какой-то довольно обычный шутер, в принципе. Единственная, вообще вот его единственная особенность, это всё-таки вот этот вот костюм. По-моему, кроме него он как-то, блять, ничем не отличается от любого другого шутана. Солдат спецслужба идёт. Обалденно. О, тут спидометр есть, можно посмотреть, сколько тачки выжимают. Еле-еле тридцатку. Каммер широкий, поэтому случайно зацепил чего-то. Странно, я по карте вижу, что здесь куча солдат. Но на экране их почему-то не вижу. У них, наверное, тоже маскировка нихеровая. По-моему, этот чувак хотел раньше времени выйти на пенсию и кинулся мне под колёса сейчас. Сам. Да, тут он я, тут он я. Ладно, живите. Всех валить подряд здесь вообще без нужды. Украду у них ящик и уйду отсюда. Просто не знаю, может как-то его открыть можно. А в нём пусто. Интересно. Максимум скорости. Всё. Ешьте мою пыль. С помощью гранат, которых у меня нет. Уточню. Я думаю, здесь отлично можно прорваться с помощью невидимости просто-напросто. Сука, ты можешь, блядь, на месте стоять? Хоть ты прыгаешь, как в этом, в парке аттракционов, там, американцам, где-то молоточком по башкам бить. Фу, выкинь, выкинь дробовик. А здесь нельзя стационарный пулемёт снять? И с собой забрать, нет? Ты должен это видеть. Что там у тебя, пророк? Маскировка активна. Наскрывай, блядь. Сразу с вами тройник. Понял, иду. Нет. Иди сюда, ты должен это видеть. Блядь, пацаны, я немножко на войне. Я попозже подтянусь. Маскировка активна. Не хочу идти туда, где враги, но, видимо, это не тот случай. Злов лузкий. Что это такое? Зачем-то экран, блядь, широкоформатным стал. Что-то написали внизу на чёрном фоне, что можно было написать и на белом. А, в режиме силы усиленный прыжок. Вот для чего режим силы нужен. Это понятно. В принципе, здесь можно и так запрыгивать, а вот здесь нет. Ха-ха-ха. Всё, продумали. Я так понимаю, что здесь можно переключаться и цифрами, да, между этими режимами, но мне как на колесо удобней. Да ты, блядь, можешь, чтобы перейти через этот камень-то? Моя бабушка его перешагнула бы. Я уверен, что для этой игры существуют читы, чтобы все четыре режима костюма работали одновременно с бесконечной батареей. Че-то... Скажу, что это корабль какой-то, эсминец, наверное. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильная статичность... А чё тут зима такая? Эй, босс! Смотри сюда! Хорошая карта! Смотри, район выделен! Там даже ничего не написано, блядь. Ты знаешь, что они там обвели? Может, там бордель? Я никуда не пойду, пока ты мне всё не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Знаменитая американская субординация. Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам всё, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мёртв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел босса! А мы, блядь, где вы нашли такого актёра для озвучки, который даже Астек, блядь, не может прочитать? Астек мёртв! Не Астек, а Астек! Замолчи, псих! Вы все всё знаете! Задача найти людей, этим мы и займёмся! Выходим немедленно! Это приказ! Что-то есть! Это что-то среднее между матрицей, войной миров и ещё чем-то таким. Куда он ушёл? Я думаю, надо идти по следу из сломанных деревьев. Вот чёрт! Ты это видел? Да, я видел. Эти вьетнамцы решили притвориться мёртвыми. То, что после того, как он пролетел, они отлично стояли и стреляли. Надену-ка я глушитель, может он... Может он меня не услышит? Ой, блядь. Интересно, а какой у нас план? Что мы будем делать, когда его догоним? Сукин сын умудрился умереть без разрешения. Вот ублюдок! Если бы я только знал, честное слово, отойди. Как знаете, есть такие... Фильмы, где... Главные герои гонятся за каким-то злом, которые, блядь, просто не въебаться, какое сильное, но они зачем-то за него гонятся, они его преследуют. И наступает тот момент, когда они понимают, что нихуя ему не могут сделать, блядь, и начинают убегать от него, а он бежит за ними. Я, блядь, всегда восхищаюсь сценаристами подобных фильмов. Он так уверенно заявляет, что впереди штаб корейцев, как будто он здесь уже был. Может он сам корейц? Чувак, ты палишься. Хотя, если в Корее есть негры... Маскировка активирована. Псих, прикрой нас. Понял. Номот, иди со мной. Номот, это я, походу, да? Вокруг одни трупы. Интересно, почему от... от... Психа перевели, всех перевели, а главного героя зовут не кочевник, а Номот. А Номот, это же кочевник, да, по-моему? Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей рожден там. Номот, иди в разведку. Рассмотри деревню и знай, как можно больше. Ты охуенно умный, блядь, чувак. Я все выступил за развитием событий. Реалитет, заложник, ясно? Слышишь, заложник, а если вот этот вот осьминог вернется, блядь, из параллельной вселенной? Я не понимаю, что из этого патрона, а что из этого мусор. Он, главный герой, готов подбирать абсолютно все. Впереди много, много корейцев. Впереди там какая-то вообще неведомая ебанина летает, всех убивает. Номот, иди в разведку. Отлично, блядь. Мне так это нравится. К какому месту встречи ты идешь? Блядь, сука, патрона не хватило. Мне так лень пешком здесь бегать, что хочется кататься на тачке, но это, блин, смертельно опасно. Да пошел он нахер. Глядим, Боба, впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Нома. Да, сохранение просто рулит. Блин, вот есть же шутеры, которые вот шутеры и только... Шутер просто шутер. Вообще ни о чем, ни про что. Не, ну как, сюжет есть, но, блядь, какой-то он, сука, непонятный. Вот потом настала эра, там, модерн варфейров, где вот реально ты, блядь, участник войны просто. Вот реально вокруг тебя идет война. Какие-то перестрелки постоянно. Что-то... Какая-то постоянно движуха. Что-то постоянно... Там, взрывается, ездит. Кого-то спасать надо. Куда-то надо лезть, бежать, прыгать, блядь, стрелять из базуки, танки, вертолеты. Вот это, блин, вот это, вот эти шутеры мне нравятся. Вот это интересно. А вот этот, типа, блядь, какой-то... Ну, вот такой, типа, Far Cry там какой-то. Ну, не знаю, ну, блядь. Они не настолько... Не такие драйвовые все-таки. Вот модерн варфейры, это, я считаю, талонные шутаны. А это какая-то... Ну, какие-то нехалтурные что-то. Я сомневаюсь, что такие шутеры кто-то проходит ради сюжета, да? Но, с другой стороны, геймплей тут не такой суперинтересный. Из-за этого вопрос туда вообще ради чего... Фанатов... Фанатов этой серии игра зацепила вообще чем? То есть, что тут такого распрекрасного? Тем, что можно в тачку сесть, ну, так, блядь. Это не первая игра, где можно в тачку сесть. Ну, чисто вот... Чисто только то, что ее выделяет из серой массы только костюм, да? Ну, если объективно, блядь. И этот костюм, он, ну, не особо интересен, скажем так. Вот, по крайней мере, мне. Ну, то есть, ты на ровном месте вот посидел, включил невидимость, вылез, убил одного, снова присел. Даже не одного, а нескольких. Снова присел. Надо будет еще кого-нибудь убить. Снова. Включаешь режимы стрелки. Хотя в этом... Не то, чтобы есть какая-то супер необходимость. Блядь, на удивление, живучие враги попадаются. Они в брониках, походу, и поэтому есть смысл целиться в голову. Что проще делать, опять же, с режимом маскировки. Ах, сейчас подъебну. И главный пулемет стал невидимым, за которым сидит главный герой. Это вообще поражает. Он-то как невидимым стал. Краповый берет. Корейский. Блядь. Сука, ничего не так дамажит вообще. Ну, сложность, хули. Да, максимум брони, блядь, включается, когда уже батареек нет. Херена. По-моему, он меня сейчас скорее услышал, чем увидел. Это, по-моему, я в КАМАЗ сел. Вот сбоку реально выглядело, как КАМАЗ. Я бы вышел и посмотрел со стороны, он за мной там гонится. Сейчас я отъеду. Ну, что-то типа корейского КАМАЗа. Отсутствует анимация посадки-высадки. Прикольно. Круче всего, анимация посадки-высадки отсутствовала в игре Рейдж. Там анимация посадки была, а анимации выхода не было. Или наоборот, не знаю. Прикольно было. Господи, срань господня. Блядь. Противотанковые ежи все завафлили. Хотя, по-моему, моя машина могла проехать. Между ними, но почему-то не проехал. Успею я пробежать? Куда он плавал? Ну вот, я в деревне, отдыхаю, мне заебись. Ой-ой-ой. КамАЗ взорвался. КамАЗ бомбанул. Так, ну я понимаю, что нету смысла здесь перестреливаться со всеми, абсолютно никакого. Проще вот пробежал, присел, подождал, пока батарейки зарядятся. Снова включаешь невидимость, дальше идешь. Маскировка активирована. Да? Перебежечками так. Тын-тын. Маскировка активирована. Здесь на военной базе так беспалевно отогнут лист в заборе и всем похуй. Видимо, в корейской армии нету духов и прапорщиков, чтобы заставлять кого-то, блин, ремонтировать такие вещи. И вообще, мне интересно, кто это мог погнуть на военной базе и зачем из-за этого в ворота есть. Там вообще дыра в заборе. Типа, а как внутрь-то попасть? Хуя нежданочка. Единственное, что мне здесь не нравится, то, что у меня терпения не хватает сидеть постоянно. Ну и лаги тоже. Неправление у корейцев. Тут штраф. Заложника нет, видимо, его держат в школе. Вижу карту какого-то научного объекта. Похоже, это роскоп. Понял, в школе до хрена заложников держат. Иди в школу, псих идет к тебе. Понял, пророк, выполняю. Маскировка активирована. 8 классов от Э до З, блядь. А, вот тут и так можно сделать. Живой щит, живой щит. Всем насрать, всем насрать. Давай, пожалуйста, заряжайся. Оп. Ух ты, блядь. Сосите, уроды. Ха-ха. Ха-ха. Не, все-таки что-то в этой игре такое есть. Забавное. Это больше, блядь, юмористичный, юмористический момент, чем какие-то игровые просто. тебя зажали в доме, кажется, что вот сейчас должна начаться какая-то адовая перестрелка. Ты включаешь невидимость и просто уходишь. Пиздец. О, вау. Ну, это вроде как не по мне стреляют. Где вход-то, блядь? в эту корейскую школу. Я не очень в корейской архитектуре силен. Нахуенно, блядь. Объявляю это здание собственностью США. Так пойдет? Заебись. Он, 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 он мне стал что-то объяснять на корейском, жестикулировать, но я его убил, не стал дослушивать. Там кто-то права с кем-то качает за дверью, по-моему. Псих такое ебало кирпичом делает, как будто на понт брать собрался. Ты знаешь, что она не шлюха. Не шлюха, трансвестит. Ботовский, наверное, Кока-Колу и Ментос запил. Какая скучная актриса озвучка. Надо так озвучивать. Мы сняли Вася неделя, но никто не прийти. Что-то бегает и разрывает людей на сясти. А потом закатывает их в Лолы Филаресия. Посюль нахуй. У американцев слишком большой змей, слишком большой змей. Я не пойду. У этого психа тень на стене, как будто там чужой стоит. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. Давайте на камень-нодице-бумаге разыграем, кого у нас озлёт следующим. Я показываю три-две бумага. У вас то. Конечно, сейчас подожди, ножку от стула отломлю и отпизжу эти танки. У меня даже гранат нету, что я с ним сделать должен? Диод. недостаточно энергии. Максимум силы. Максимум брони. Наверное, я должен включить максимум силы и ствол им погнуть, как Халк сделал. Чтоб типа танк сам в себя выстрелил. маскировка активирована. Жалко, что здесь нет рукопашных убийств по стелсу. Блядь, удобно тебе так раком топтаться за этим пулемётом? Уничтожить бронетехнику противника, иначе эвакуация станет невозможной. Хэ, шот, блядь, что это болт? По-моему, меня убили предательским выстрелом в затылок свои же. Отличное, блядь, сохранение в очередной раз. Я пойду на то же место и попробую понять, кто это был и что он со мной сделал. маскировка активирована. А как псих будет выводить училку из здания, если здесь... А, вон, это он. Странно, по карте как будто здесь постоянно везде люди бегают, но я никого не вижу. сам-то, блядь, урод. Я у мамы симпатяшка. А, вон, корейский челленджер 2, блядь, ездит. Оу. Оу. Максимум брони. У меня не спрятаться. Итак, вопрос Анома. Как уничтожить танк из автомата? Учитывая, что это не War Thunder и здесь не мир ваншотов. War Thunder это понятно, один раз выстрел там взорвется, а здесь что делать? И народу тут просто труба. Блядь. По-моему, у меня спалили. Может, на джип его протаранить? Джип взорвется, танк задетонирует? Что-то мне подскажет, что так это не работает. А из этого автомата даже, блядь, человека не убить, который он там стоит. Пиздец, какое говно, господи. А здесь есть автосохранение быстрое какое-нибудь? Квиксейф. Быстрое сохранение F5, да. Чего же я раньше-то не посмотрел. Я думал, что такая функция была в играх, блядь, до 2005 года. Я удивлен, что это есть в Крайзисе. Пошел нахуй. указатель. Ну точно не фонарь. Смерть стелсу, блядь. Да, с этим пистолетом я просто Джеймс Бонд, блядь. То самое чувство, когда в игре 2007 года лазерный прицел нарисован лучше, чем в последней колде, блядь. Вот это я удачно эту пачку нахлобучил, на нихуевой сложности играя. Да. И все-таки, что с танком-то делать? Как бы он, вот он уже, рядом-рядом. В кого-то стреляет, блядь. Хотя в кого, вообще непонятно. Тут вроде одни их бегают. Их, их, не е. Да ну нахуй. По-моему, блядь, М60А3, сука, какой-то, блядь. Я не совсем понял, что меня сейчас убило. И главное, что на экране, в игре, вообще нет никаких советов, как этот танк можно убить. Но тогда еще, в принципе, World of Tanks вроде как не было. Тем более, не было War Thunder, и никто вообще про танки ничего не знал в этом мире. Возможно, он просто убивается выстрелом в то, что здесь могли посчитать бензобаком. Динамической защите. Тихо, 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 блядь. Получи. Да, реально, пиздец, из автомата танк поджегся. Ебота, блядь. Сука, я так и думал, что они, блядь, скажут, что это типа сзади такие бензобаки из фольги. Стреляешь просто и танк помирает. Посмотрим, сейчас взорвется он все-таки или нет. Маскировка активирована. Блядь. Укрытие-то нету. Ну что, он там горит, нет? Блядь. Сюда он не может заехать, потому что это игра 2007 года, здесь стены еще не ломались тогда танками. Потрясающее объяснение, да? Насчет того, что в этой игре можно, что нельзя. Может, блядь, включить режим силы, подойти из кулака по танку въебнуть, посмотрим, что будет. Пули не пробивают листы жести, блядь, которыми бабушка огород, сука, из которых бабушка грядки, блядь, огораживает. Что там больше не поджигается нихуя никуда. Теперь вопрос, как его уничтожить, стоит еще острее. На что еще способен разработчик этой игры? Маскировка активирована. Прикрой меня, я выхожу. Прикрываю, прикрываю. Там какие-то пулеметчики, блядь, на крыше. Очень удачно пальма зависла в воздухе. Недостаточно энергии. Максимум брони. Да, все, что у меня есть, дробовики. У дробовиков тут просто жопой жуй. Несмотря на то, что армию дробовиками, по-моему, не вооружает никто, у меня вооружается только полиция. И, по сути, назначение дробовика замки только отстреливать. В каком-нибудь санном фильме, может быть, дробовик и служит каким-то супероружием. Оп, я невидимка. Сука, как вам, блядь? Нашему нахер. Да-да, это был танковый выстрел. Я представляю, сколько народу полезло на этой миссии в гугл с вопросом, как, сука, уничтожить ебаные танки. Потому что я имею весь свой игровой опыт, стаж, возраст, блядь. никакие мозги, но я нихуя не понимаю, как это сделать. блядь. Что ж, пойду и я погуглю. Просто я реально вафы. Да, и правда, Яндекс сам предложил дописать до меня запрос после того, как я написал «Крайзис как?» Написано, что где-то здесь есть ракетница, что надо кидать, блядь, гранаты, которых у меня нету. Ёб твою мать. Может, я в него каску брошу, да и ладно. Ой, у меня есть идея. Всё-таки я попробую «Крайзис». Не получилось отбускать в рукопашную танк. Да, досадно, обидно. Но искать как бы ракетницу на этом уровне мне ещё больше не хочется. И я просто в ахуе от того, что несмотря на то, что «Крайзис» у большинства игроков на хорошем счету, да, игра 2007 года, то есть это, ну, она старенькая по нынешним меркам, но это не говно мамонта, она не настолько... Она старая, она не древняя. Но я ебал, какой это примитив, блядь. Уничтожь танк, блядь, хуй знает, как это сделать, пойди и найди для этого где-то ракетницу на этом уровне, блядь, где именно тоже непонятно. То есть сейчас обычно, когда такие миссии дают, тебе говорят «Иди возьми вот там-то ракетницу и уничтожь вот этот танк». В World Fashion игре сайфон-фильтр, когда надо было уничтожить танк, надо было наложить мины и на него их заманить. Там тоже не было подсказок, но, в общем-то, было всё понятно, что делать. Что хочет эта игра, я вообще не понимаю. Вот это не ракетница, честно? Охуетница это. Из пулемёта он, естественно, тоже не взорвётся. Главное, все те, кто отписался в ответах Mail.ru на вопрос, как уничтожить танки, никто не написал, где именно ракетница. Писали, блядь, где-то. Такое ощущение, что по мне катер с воды стрелять продолжает. Казарма. Самое место, чтобы найти ракетницу, нет? Где, где они хранят ракетницу, вот реально? Заебенчик. Даже дверь не открыть в этой игре. Так, о, гранат нашел наконец-то, ёпта. Хуяна. Светошумовая граната. Зашумлю этот танк, сука, до смерти, ёпта. Эй, танк. Лучи коробкой поебалу. Я смотрю, что танк вошёл в режим пассивности. Чё я могу в него ещё бросить? Бочку могу бросить? Халк злится, а Халк лупить. Как тебе, блядь, а? Нравится пиздюлимая сучка? Получи по активной броне. Интересно, сколько миллиметров пробой брони с кулака в этом костюме? Хули, ну, сдох-то, ёпта-ю-мать, всё же заебись было. Дерьмо собачье. А, у меня типа очередь из пулемёта сразу же скосил, да? Отлично, хорошо, я вас понял. Ого, блядь. Когда я сохранялся, по-моему, его башня смотрела совсем в другую сторону, блядь, и этот сюда смотрит. Как хорошо, что эти ящики не пробиваются, хоть и пластмассовые. Да. Поиск ракетницы шёл третий час. Обратим внимание, что вообще всех убил, пехотинцев здесь нет. Но я в упор не вижу, чтобы здесь где-то были гранаты, ракетницы, ещё что-нибудь такое. Джипс с ракетами бы дали, что ли? То есть обычно вот такие задания в шутерах, но они самые интересные. Как-нибудь по-хитрому танку бить, сбить как-нибудь хитрожопо вертолёт, но это как бы мини-босс. Но в Крайзисе, блядь, эта миссия просто вверх ёбаной тупизны, блядь. Кажется, я придумал. Надо, наверное, бросать в него зажигательные бочки. Но главный герой не хочет их брать в руки. Вот мусорный бак, блядь, взять, это да. Вот в игре, блин, более поздних лет однозначно было бы нужно подманить его к бочкам или бросать в него эти бочки, что-нибудь такое. А, они даже не взрываются. Отлично. Да, я ебал. Жену игру сделали, блядь. В принципе, я уже по второму разу здесь хожу. И никакой ракетницы не вижу. Возможно, у меня не самое лучшее зрение. Возможно, ракетницы здесь на самом деле нет. Да. А, вот они. Вот они гранаты, блядь. А как гранаты переключить? А, я знаю, надо выкинуть эту гранату. И пиздец. Возможно, что это гранаты для кого-нибудь подствольника нет. А вот они переключились на П, блядь, на H. Теперь имеет смысл попробовать сбросать танк гранатами. недостаточной энергии. Я прочитал, что гранаты надо бросать на танк, а не под танк. Что, в общем-то, блядь, охуенно трудно сделать. Да, гранаты-то не отскакивают почему-то. Ну что ж, первый танк загорелся. Ну, так и не сдох, а гранаты закончились. Блядь. Ты хуй тут делаешь, ёптую мать. Да, блядь, нет, всё, я не могу, я сдаюсь, я ебал эту игру. Может, когда-то она и была, ого-го. Но вот теперь игра Crysis просто на редкость тупое говно, блядь. Просто миссия убей хуй знает из чего танки убила мой интерес к этой игре на корню, блядь. Ну, чё, кто-то сомневается, что есть человек, который бы на моём месте стал здесь бегать, блядь, в 2016 году искать, да я даже не знаю, кто в 2000, блядь, в 2007 году стал здесь бегать и искать эти ебучие ракетницы или гранаты, чтобы как-то убить этот ебливый танк. Два ебливых танка даже. Ладно бы он один был, ещё можно было бы как-нибудь там сохраниться, загрузиться и гранатами его убить, постараться, но их два, блядь. То есть, нет, я понимаю, что в 2007 году там, скорее всего, ещё не было ни у кого локальной сети, где можно было игру скачать. Какая жирная курица, охерить. Вот, а вот она, ракетница, всё-таки нашёл, блядь. Это же она? Какой-то укороченный гранатомёт. Вот. Охуять, везение. То есть, тогда какой диск в метро купил, в ту игру ты играешь, пока снова родители тебе денег не дадут. Но сейчас игру, которая тебе не понравилась, можешь просто удалить и скачать другую. Я так лучше, блин, Far Cry первый ещё раз пройду, чем Крайзис с этими вот этими вот этими вот миссиями. Динамическая защита спасает от кумулятивов этот танк. Одну ракету он даже отвёл, видимо, тура отводом. Танк как бы так и не взорвался, насколько я вижу, сколько я в него выстрелил, он на карте так и отмечен как цель. Он горит, как и горел, он не двигается и продолжает стоять. Возможно, надо было обездвижить и второй танк, и тогда было бы пройдено. К сожалению или к счастью, мне просто лень это делать. А, бочки всё-таки взорвались. Ой, ну нахуй, честно. Всё. Кто-то просил, чтобы я поиграл в Крайзис, я поиграл в Крайзис. Мне он не нравится. Фишка с суперкостюмом не настолько хороша, чтобы я проходил миссии подобного уровня, чтобы 25 раз оббегать базу, найти всё-таки, найти этот ебливый гранатомёт и спамить ракетами в танк, который, блядь, стоит тупит, но всё равно не дохнет. Это бред. Так что, не знаю, может когда-то это и был хит, но сейчас точно нет. У меня нет столько терпения. Всё. На этом the end. Может что-нибудь жать, что-нибудь писать. Скорее всего, вы опять начнёте ныть о том, что я ною, о том, что мне нихуя не нравится, блядь, а что тут должно было понравиться, не знаю. Опять повторюсь, что кроме костюма вот этого многофункционального у игры нет вообще нихуя примечательного. Впрочем, если для вас у игры есть какие-то другие фишки, можете опять же написать. Может камнем можно танк убить. Всё. Адьё.